ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ты знаешь русского? Да, у нас есть русский язык Привет! На здоровье! Спасибо! Спасибо! Л**! Л**! Привет, интернет! Не успела загрузить видео с нашей поездки вчера на Лептофесту Как мы уже едем на концерт в бар Гибсон Брать интервью у группы Barely Awake Но перед тем как мы встретимся с ребятами из Италии Мы подберем Данилу Блюза, сейчас вы его увидите Ну слава Богу приехали, сейчас встретим его Данила тем временем уже сидит наверху Мне наверно звонит Здарова! Минуту буду! Я явился наконец Уже пришло 20 минут! Привет! Я уже всю жопу просидел Вот приехали в Гибсон На входе уже встречают На входе встречают Привет! Конечно на входе Вас к вас не встретить Пацаны наверное не уезжали отсюда еще с вчера Главный посетитель клуба идет Главный тусовщик Х** выгонишь Бороду отрастил Мальчик, ты чего не встречаешься? Говорит знаю всех, не боюсь никого Сейчас сегодня вы прямо это Вся очистная братья Сегодня здесь да Здравствуйте! 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 Саша, кстати, как вы уехали в прошлый раз? Нормально? Мы попытались как бы привести себя в порядок Немножечко полежать И поспать В итоге просто толстым С такими рожами С такими красными глазами А вы там вставали что-то? Это сейчас мы Если кто не понял Это про открытие мотосезона Которое Можно посмотреть здесь С жестким перегаром ехать Для нас это было похвелпать А там Леша у нас водитель Но после группы-то все Там ничего больше не было? Драки начались еще А, драки были все А там Диму по боку полегали Дима, привет тебе Так Так, так, так Вот мы зашли Гибсон, да? Привет, ребят Давай Концертик уже начался? Нет? Уже начался, да Пойдем, ребят, поснимаем Камнемолк тебя обнимает планету Группа На самом деле Казалось, что здесь вообще никого нет Такое ощущение Вот здесь сидишь вообще Как будто никого нет К нам присоединилась Галина И... Я забыл как Ада А-да-из Нет, Ада Ада-из 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 Вы не поверите, кого мы сейчас Включаем Это же Кузьма Собственная персона Здрасьте 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 А, вон оно На эту камеру и снимается Вы на концерт? Да, что-то типа того До этого был Магнитогорский пост-рок Представляешь, что это Магнитогорский Забавное Специфичное явление Я это даже вырезать не буду В Магнитогорском шоу-бизнесе Больше шоу, чем бизнес Кузьма пробует елаху Елаха, ржаная Дрестушка, дрестушка Ребята, кстати говоря, вот реально сейчас Если кто не пробовал лимончеллу в Гибсоне Срочно приходите Требуйте, как говорится, в баре Лимончелла это знатное Ну что, ребят, короче, вот мы находимся здесь Концерт полным ходом Пойдем в самую кучу, в самую кучу, ребята Ребята, вот непосредственно организатор Один из организаторов сегодняшнего концерта Организатора зовут Саша Расскажи, как у вас проходит все Лучше, чем обычно Вроде народ есть и все танцуют, веселятся Да, и многие спрашивают, почему перенесли Почему перенесли из ее кафе сюда, в Гибсон Так вышло, что там не казалось ни аппарата, ни ремонта И в итоге пришлось срочно, просто быстро договариваться, переносить Мы буквально вчера вечером зашли туда А там, оказывается, ничего не готово для нас Получается, что нас просто там послали Никто ничего не звонил и предупреждал Короче, мы находимся в андеграундной подсобке Это непосредственно ребята из Италии Я уже почувствовал, как будто мне пиццу продают Антон, один из организаторов этого всего мероприятия Вот, на самом деле, нам п*** на Антона здесь Вот смотрите, самая движуха здесь в раздевалке Челябинские чуваки только отыграли, да? Как его называют? У нас название старое Base No The Basics Это, типа, медведи знают основу Мы решили отказаться от него в будущем Поэтому особо не пиарим Представься, это как тебя зовут? Владимир Владимир Илья Илья, Владимир, ты на чем играешь? На басу На басу Бас Гитара Гитара и барабаны, соответственно И сломаны Я сломал четыре палки У вас вот в Магитогорске, видимо, какой-то воздух Может, с водой что-то не так Здесь давление такое Давление такое, палки ломаются Можно их за забор делать Так вот, этот материал, который мы не играли целый год Был под названием Base No The Basics Это, типа, медведи знают основы Как в Магитогорске впервые вообще были до этого, нет? Я привез вот этих ребят в первый раз Сам-то я отсюда Вот это поворот! Показал им город, они просто вообще восхитили Город, на самом деле, просто офигенный Я шел по Ленинскому району и просто чуть ли не плакал Потому что во многом напоминает Питер Либо старые районы Москвы У нас мы... Ну, я вот из Челябинска, он из Челябинска, он это понятно Хотя живет в Челябинске А в Ленинске он такой Вообще, вот вы свою музыку делаете для какого слушателя? Музыка это такая штука Есть модная музыка Есть старая музыка Есть джаз Есть джаз, бибоб, есть блюз и так далее Важно доносить свою точку зрения до слушателя Слушатели у нас, на самом деле, очень разные Мы, вот сейчас мы отыграли материал, который матрок Последняя песня и еще для будущего творчества группы будет связана с синти-попом Там около синти-попа Мы просто развиваемся, как любой другой человек, как любая группа И делаем музыку, которая была бы интересна Мы вообще начинали со всяких говнарств Вот там сковнарей приходят к синти-попу На кого ориентируешься вообще? Ну, на самом деле, мне всегда нравились наши русские ребята Теслобой Мне захотелось сделать музыку более ориентированно на танцы, на веселье С матроком очень сложно, очень ломанные ритмы Поэтому, да, в этом направлении работаем Ты как Путин, короче Мы пытаемся сделать что-то интересное По-настоящему интересное Сделаем что-то, что было бы достойно слушателей абсолютно любого возраста Спасибо, ребят, за мини-интервью Вернемся к Антону Расскажи нам, почему перенесли концерт с Юкафы сюда? Ой, ну, там, в общем, наверное, не стоит придавать огласки А уже Саша все рассказал? Уже все рассказал на камеру Вы не пожалели о том, что перенесли? Нет, я рад, что много народу Учитывая, что воскресенье сегодня, ну, прям, хорошо попало Мы на самом деле боялись, что люди не придут Все круто Мы танцевали сейчас под челябинцев Я лишился во время игры шестой струны Я там лупанул, лупанул, лупанул разок Спасибо тебе Сержант Хартман и Клуб Одиноких Тусовщиков Сержант Хартман и Клуб Одиноких Тусовщиков Сержант Хартман и Клуб Одиноких Тусовщиков Если вы посмотрите, что здесь есть стадо У нас есть CD и тиширы И если вы хотите помогать нам с нашим туром maybe, посмотрите там Спасибо, Эмберс! Мой номер Никита Привет, я Рик Рик Франчик? Как? Франчик Франчик, Франческа Эй, друзья, я буду транслятором Как его имя? Марина Я Рик Рик Франциско У нас есть вопросы, да, к нашим ребятам которые у нас сегодня в гостях я почему-то стоя буду Можно представить, Данила писатель, ну, и тыгорский блогер и пьяница У нас есть иния локал-драг-дилер Вау-вау Вопрос ко всему к ребятам, да Вы состоите в мафии? Да, конечно Коза-Мостро Первые лета тур по России Сколько проехали городов? Мы начали в Сент-Петербурге Потом поехали в Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тюмен, Манитогорск, лучшая страна в мире. Я уверен, что я забыл что-то забыл. Из русских групп вы можете перечислить что понравилось? Мы видим большие группы в России. Мы думаем, что они лучше, чем в Италии, в маленьких городах. Он считает, что у нас русская сцена развита гораздо лучше, чем в таких маленьких городах в Италии. Вы не видите локальную сцена. Мы были в Европе несколько раз. И до сих пор, я не знаю, почему я говорю. Мы были в Европе несколько раз. И я думаю, что этот стандарт для музыкальной качества гораздо выше, я могу сказать, в России. Они уже несколько раз путешествовали по всей Европе. И они считают, что уровень развития сцен в России выше на порядок. Чем отличается российская сцена от Италии? Это довольно тяжелая вопрос. Я не знаю. Что мы видим до сих пор, это, наверное, что в России они ставили больше на технический аспект музыки. Италия, может быть, на мелодичной стороне. Но, я не знаю, они довольно хороши, но я думаю, что технически есть довольно высокий уровень в России. У вас есть что-то сказать? Мы любим тебя! В каждой стране очень высокие стандарты звучания музыки. Но у нас, в России, прежде всего, мы смотрим на технический аспект. На технический аспект по поводу этого. А в Италии больше по поводу, он сказал мелодик. То есть мелодичное звучание. Какие группы в Пари? Какие группы вас вдохновляют? Да, это еще довольно тяжелая вопрос. Потому что мы все слушаем разные вещи. Я не думаю, что есть одна группа, или другая группа, или, да, или, да, некоторые банды, которые нас виспирают. Я думаю, что каждый из нас слушает разные типы музыки. Мы любим много, я не знаю, функиной музыки из 70-х. Он не может назвать какую-то одну команду, которая повлияла на все их творчество. Потому что каждый член команды слушает разные направления, разную музыку. И поэтому они не могут выделить одну группу. А ты говоришь о Путин? Я не знаю. Может быть, он должен поставить больше денег в Бродс, потому что, мы, как бы, на дорогах в России. Да, он, наверное, в России. Да, я знаю. Это как Мед Макс. Мед Макс. Мед Макс. Мед Макс. Я думаю, что, наверное, Путин может быть два, 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 два. они заметили, что у нас в России очень плохая ситуация с дорогами. И то, что Путину стоит тратить больше денег на обустройство дорог. Я у них был один вопрос о России. Один месяц назад, когда я думал о России, я думал о греи здания и греи, и все. Потом я пошел в Санкт-Петербург и подумал, что может быть не так грея, а потом мы пошли в Тольятти. Месяц назад его спросили о России, то он бы сказал, что он представляет такие большие серые здания, а вот когда они увидели Санкт-Петербург, это поменял их образ. Италийские слова. Италийские слова. Что ты знаешь? Порка Мадонна. У тебя есть холодное водо в твоем отеле? Это 5-старный отель. Утром. 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 Но нет холодного вода. Потому что вся Россия не знает холодного вода. Сейчас. Они становились в пятизвездочном отеле, спят на золотых листьях, с посыпанных розовыми лепестками, с бассейном, но там нет горячей воды. Когда мы были в Санкт-Петербурге, когда мы встретили нашего машина, мы спросили ему, если он живет близко к Санкт-Петербурге. И он сказал, да, да, я живу близко к Санкт-Петербурге. И мы сказали, а, окей, сколько километров? 50 километров? И он сказал, а, нет, нет, 1000. Ты любишь русский продукт? Я люблю русский продукт. Борщ! 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 Борщ, Борщ! Борщ, Атарт! Как это вы работаете? Да! Чем? Ой, чтобы вы maneuverете, бобийцы! Борщ! Субтитры делал DimaTorzok До новых встреч! Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok